МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организации «Велопобеда» Мария Маркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уже второй год подряд, в середине сентября, все любители велоспорта собираются на такое масштабное мероприятие, как «Велоночь». Расскажите, как это все прошло в этом году? Ну, в этом году традиционно, да, у нас все сложилось благополучно. Хочется отметить с точки безопасности, да, и вообще поведение велосипедистов в колонне. одна из наших целей – это создание такого понятия, как культура велосипедного движения, да, и хочется отметить, что все-таки мы приближаемся к своей цели, потому что велосипедисты в этот раз вели себя очень хорошо. Практически образцово. Да, да, да. То есть никаких претензий, ну, это реально для нас первый раз, когда мы только выражаем благодарность участникам велопробега за их адекватное поведение на проезжей части. А бывает неадекватно? Ну, у нас были инциденты, когда народ начинает обгонять машину ДПС, то есть ездить по тротуарам, там, устраивать какие-то… Гонки в колонне. Да, 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 гонки в колонне. В этот раз все прошло настолько четко, и у меня была просто возможность, сидя в машине ДПС, наблюдать за всем происходящим. И, то есть, я удивлен, и за это хочу сказать огромное спасибо участникам велопробега, то, что мы радуем их, они радуют нас. Я рад, что мы приближаемся. Сколько же участников было в этом году? Я думаю, что порядка шести сотен. Мы закончили регистрацию в 9 часов вечера. Последний зарегистрированный был вот 600 с хвостиком, но наверняка уехало больше людей, потому что просто списки правил безопасности мы еще не успели сегодня посмотреть, сколько людей расписалось. Это очень здорово было. Вот, дополню, Павла, с нами в этом году снова были сотрудники МЧС, но если раньше они участвовали как просто участники, то в этом году они согласились на наш… ответили на наш призыв в помощи и сами стали маршалами велопобеды. У нас 50 на 50% были наши дежурные маршалы и МЧСники. Я думаю, что это тоже очень повлияло на порядок в колонне. Ну и плюс наши постоянные воззвания, видимо, не остались без ответа. И действительно все было очень хорошо. Для нас это важно, потому что лично я гораздо больше за все мероприятие волнуюсь вот те 45 минут, когда едет колонна. Потому что пока мы проводим конкурсы, бегаем по площади, мы как бы заняты и спокойно, и как только колонна уезжает, естественно, мы начинаем переживать. Вдруг что-то случится, вдруг где-то что-то с кем-то произойдет. Вот, и вот через 45 минут я выдыхаю. Все было очень-очень хорошо. И машина скорой, которая нас регулярно сопровождает, в этом году снова осталась без пациентов. Я думаю, это очень радует. Это отличный показатель, да. Потому что безопасность для нас это очень важно. Именно поэтому мы и маршрут не увеличиваем, и не меняем его. Потому что мы едем проверенной дорогой, где мы точно можем отвечать за наших участников. Ну и плюс, было очень здорово, что у нас уже было больше людей в шлемах, больше световых приборов на велосипедах. Все-таки растет сознательность наших участников. И, ну, например, даже вот на троллейбусах, которые нам были предоставлены троллейбусом для того, чтобы развести желающих, уже в этом году было меньше людей. И люди освещенные, красивые, в касчиках разъехались домой. Тоже здорово. Какая же главная идея «Вело-ночь»? Расскажите, что необходимо для того, чтобы стать участником этого мероприятия? Желание, на самом деле. На самом деле желание. Основная идея все та же. Мы показываем велосипедистов друг другу и показываем велосипедистов городу. В этом году на сцену вышел вице-губернатор Вячеслав Гладков. Так скажем, он сейчас знакомится с городом и его жителями. И мы его имели возможность познакомить с велосипедистами. Он сам неравнодушный участник велодвижения у себя в городе, насколько я помню, Заречном. Он даже проводил совещание на велосипеде. И, наконец, сбылась наша мечта. Мы видели высокопоставленного чиновника на велосипеде. А что еще было интересного в этом году? Из интересного мы решили расцветить наше мероприятие. Мы пригласили участников в карнавальных костюмах. Естественно, мы надеялись на прям феерическое шоу. 10 Бэтменов, 50 Суперменов и 50 Белоснежек, но нет. Не получилось немножко. Но участников в костюмах у нас было около 10 человек. Да, костюмы достаточно простые, но зато без повторений. Уже тоже здорово. Зато каких. Да, у нас был Супермен, у нас была Божья коровка. Мужчина Божья коровка прекрасный. Девушка Джокера. Да, Харли Квинн. Ну, то есть, они все равно разбавляли наш праздник весельем. Людям было с кем фотографироваться. Очень здорово, что ребята откликнулись. То есть, мы планировали, что участников в костюмах будет больше. Пригласили фотографа специально и компанию, которая печатает фото на магнитиках. И это как раз было нашим подарком. Вот тем, кто заморочился, приехал в костюмах, они бы получили магнитик со своим фото. Но когда мы видели, насколько мало на самом деле костюмов, мы немножко расстроились. Но зато магнитики со своим фото получили практически все желающие, кто фотографировался на нашем фотофоне. Ну, я думаю, в следующем году участники более тотально подготовятся и будут в самых интересных костюмах. Ну, растет на самом деле сознательность, растет подготовка. Еще из таких интересных находок фестиваля, это то, что с нами согласился сотрудничать севастопольский художник Алексей Кислов. Он известен по своим великолепным граффити, и он сделал футболку. Я вот сама в ней, я просто не снимаю, хожу. Вот, то есть это еще один показатель того, что можно все больше всяких интересных вещей прикручивать к фестивалю. Вот, кстати, еще приезжала девушка Карина, правильно? Да, да, да. Да, Карина, вот Павел поподробнее расскажет. Карина, это, получается, организатор в Москве такого проекта, как Велокино. То есть они приехали с Москвы и приняли участие в нашем велопробеге. Им очень понравилось, то есть мы с ними там настроены плодотворно сотрудничать. Возможно, зимой мы уже привезем велокино в Севастополь. Ну, это такие предварительные планы, но уже интересностей становится все больше. Ну, самое главное, что велодвижение развивается и развивается. Да, и нами интересуется. То есть с материковой Россией нам тоже это очень приятно. То, что, как бы, такие серьезные люди приезжают к нам на наши мероприятия. Наши журналисты подготовили небольшой видеоматериал. Давайте его посмотрим. Вечера. На площадь Нахимова съезжаются велосипедисты. Многие из них преодолели сотни километров, чтобы стать частью фестиваля. В Севастополь приехали любители двухколесного транспорта из Москвы, Ялты, Симферополя, Бокчисарая. Все участники в отличном настроении и готовы к пробегу. В этом году фестиваль тематический. Поощрялись велосипедисты в карнавальных костюмах. Прочитал, что велопробег будет костюмированный. Решил, почему бы и нет. Я катаюсь на велосипеде постоянно. Мой пробег с прошлого года 5000 километров. Катаюсь по Крыму. В обычной жизни я директор IT-компании. Я в первый раз вообще принимаю участие в таком мероприятии, именно массовом, потому что обычно катаю один. Хочу получить кучу положительных эмоций. И покатать наконец-то в толпе, а не сам. Я считаю, что каждый велосипедист должен в ночное время суток освещать себя на дороге. Я так чуть-чуть заморочился, приделал больше, чем. У меня есть и фары, и стопы, и дополнительное освещение. Ну и сам в костюме, я думаю, я заметный, поэтому я думаю, все так должны. Это весело и интересно, тем более на таком мероприятии. Изначально в велопобеде участвовали, и в велоночи второй раз, и в велопобеде в этом году тоже. В общем, следим за мероприятиями, это весело и интересно, привлекаем семью и к спортивному образу жизни. Велопобеда – это не только пробег любителей двухколесного транспорта, но и целый праздник для велосипедистов. Для участников фестиваля организаторы подготовили развлекательную программу – конкурсы, розыгрыши призов, показательные выступления. Сейчас нужен момент, задний участник велосипеда теперь будет заносить. У каждого участника велопробега свой номер. Регистрация проходила в течение двух часов с семи до девяти вечера. Лица младше 14 лет на дорогу не допускаются. Велосипедисты должны быть в защитном шлеме и экипировке, а двухколесный транспорт оборудован сигнальными огнями. В темное время суток необходимо обязательно обозначать себя на трассе. К этому и призывает фестиваль «Велоночь». На мероприятии даже провели конкурс на самый светящийся костюм и велосипед. К велофестивалю примкнули и представители правительства Севастополя. Заместитель губернатора Вячеслав Гладков поддерживает движение и выступает за активный образ жизни. Последние четыре месяца он ежедневно ездил на работу на велосипеде. И как никто знает, какие потребности у любителей двухколесного транспорта. Есть понятие велопарковок в дворах, есть понятие велостоянок. Самое главное, конечно, это велодорожки. Потому что нужно избегать конфликтов между пешеходами, между любителями автомобилей. Поэтому проблем много, но как вид транспорта, мне кажется, это для города идеально. В Севастополе есть возможность круглый год ездить. Я один раз, самый большой на велосипеде, я проехал 40 километров за один раз. Мне доставило огромное удовольствие. В 9 часов вечера под бой курантов, старт велопробега. Маршрут традиционный. Площадь Нахимова, Лазарева, Большая морская, Ушакова, Гоголя, проспект Острякова. У другого центра «Океан» участники фестиваля разворачиваются и возвращаются на площадь Нахимова. Велосипедистов сопровождают машины ДПС. Одна во главе колонны, другая замыкает. Также сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения на перекрёстках и пешеходных переходах. За порядком в колоннах следят маршалы. Их можно узнать по оранжевым жилеткам. Велосипедистам помогают сотрудники МЧС. Главная цель пробега – поддержать всех любителей и профессионалов, передвигающихся на двухколёсном транспорте. Участники фестиваля выступают за создание велодорожек и велопарковок в городе. Массовые пробеги призваны показать. Велосипедистов в городе много, и с ними надо считаться на дороге. Елена Корнухова, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. Действительно, судя по видео, мероприятия набирают всё больше и большую популярность. Но кто-то был, кто больше всего запомнился из участников? Ну, хочется отметить, это наших друзей, которые регулярно присутствуют на каждом нашем мероприятии. Это ребята-паралимпийцы, которые возглавляют нашу колонну. Но, как правило, паралимпийцы едут спереди, их никто не обгоняет. А только если есть в этом потребность, помогают паралимпийцам заезжать в подъёмы. А вот движение на дороге вы никак не перекрывали? По поводу ограничения движения, движение ограничивается только на тот момент, пока мы проходит колонна. То есть нет такого, что мы прям кольцо перекрыли на два часа, как народ это обычно думает. То есть все автомобилисты ехали в конце колонны. То есть, да, не со скоростью. Никаких нареканий от них не было? Нет, у нас в этом году всё прошло довольно-таки гладко, да. И то есть со стороны автомобилистов мы... Обычного шквала негодования мы не получили. Да, да, да. То есть пробег проезжает, ну, винует, например, площадь Ушакова гораздо быстрее, чем дежурная пробка. То есть в целом всё получилось удачно. Да, всё получилось удачно, причём, что здорово, когда колонна проезжает, её снимают на телефоны, машины приветственно бибикают. Ну, я не очень, конечно, понимаю в тональности негодующего и радостного бибиканья, но в целом происходит впечатление, производится впечатление, что, в общем-то, нам рады. То есть у нас две машины ДПС в начале и в конце колонны, и, соответственно, там перекрёстки все перекрыты не больше, чем проезжает колонна, а 600 человек — это порядка, ну, наверное, меньше минуты в одном конкретном месте. То есть на самом деле мы не вредим дорожному движению. Ну и когда же Севастополь суждёт следующее мероприятие от «Велопобеда»? Есть уже какие-то идеи? Я думаю, что в мае, наверное. Да, в мае следующего года. Это традиционное мероприятие. Проведём «Велопобеду», она уже будет третьим дневным праздником. С февраля месяца мы начнём собираться и готовиться, так как маршрут мы не меняем, мы каждый раз придумываем какие-то новые фишки, которые будут проходить на площади. Если в прошлом году мы привезли гигантскую подушку для прыжков, чтобы нам такого сделать в следующем, мы ещё пока не знаем. Может, на парашюте будем спускаться на Нахимово? Интересная идея. Ещё пока не знаем, да. И на самом деле ещё что-то здорово то, что мы на площади Нахимова делаем то, чего не делают, например, в Москве или в Питере на велопробегах. То есть ещё никто на Сенатскую площадь не привозил подушку для прыжков или на красную. А мы делаем всё это на площади Нахимова. У нас можно воочию убедиться, что город поддерживает и молодёжные экстремальные виды спорта, и, ну, по крайней мере, не препятствует нашим мероприятиям, что уже здорово. Мы не используем государственных денег. Мы устраиваем мероприятия на деньги севастопольского бизнеса, на деньги сетевых спортивных магазинов. И так как мы абсолютно независимы от государственного бюджета, очень здорово, что мы получаем только поддержку. Фестиваль, на самом деле, не очень дорогой, дешевле аналогов столичных. И при этом мы делаем его действительно большим и заметным. Ну, я думаю, севастопольские велолюбители будут с нетерпением ждать новых сюрпризов от вас. Мы благодарим вас, что пришли к нам в студию. Напомним, у нас в гостях были президент Федерации велоспорта Севастополя Павел Роганов и директор общественной организации «Вела Победа» Мария Маркова. Это была программа «В контексте». Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!